Друзья, значит, кто знает, что изображено на картинке? Химера, паук какой-то. Это вопрос о трансформации смыслов институтов, которые в современном мире. Это художник так изобразил бога пространства Еврейки, который называется «День Балл» Это просто на то, как художники через некое восприятие смыслительности меняют некие традиции, которые мы знаем в совершенно другой форме. Это вот если кто знает, то полбала точно можно накинуть. Не, книжку, книжку, о, точно. Что надо узнать книжку? Чья это картина? Что изображено на картинке? Это современная версия Бога пространства и времени, который изображен в необычной для себя форме. Хронус? Чего? Еще вопрос. Как он называется? Как он называется? Бог. Не хронус. Хронус. Поэтому времени, а тут пространство и времени. Вы все знаете его, если бы здесь не было определенных элементов, вы бы сразу его узнали, да? То есть это классика такая, греческая, абриимская. А это вот буквально интерпретация последних двух лет. Янус. Правильно. Держи. Янус. Янус. Вот. Почему не двуликий? Понимаете? Двуликий Янус. А он говорит, слушайте, в современном мире это трансформируется в нечто такое, да? Совершенно непонятное, новое, нужно быть вообще открытым на все-все-все. Вот. И поэтому многие вещи, которые мы сегодня будем с вами обсуждать, они вот именно такие, они не традиционные. Они требуют взгляда открытого на те вещи, с которыми мы собственно жили, может быть, последние сто-вести лет. Поэтому мы поговорим про посвящение и консервацию в контексте, конечно, нашей страны. Почему это надо для Беларуси и важно? Потому что это не напрасная эпидемическая дискуссия, это важно для безопасности, потому что нам нужно понимать, с кем вступать, не вступать, воевать, не воевать, как защищать себя. То есть без этого сложно говорить про бизнес, про людей, про успех, да? Благополучие, понятно, бедность, чтобы никаких не было. Мы говорим про бизнес, про батарейки. Ну, батарейки – это условно, как энергия роста и развития, но современно, понятное дело, энергия, как у нас есть АЭС, вот, у нас есть там 35% активов, которые непонятно куда деть, и почему мы должны покупать электроэнергию по 12 центов, если у нас есть АЭС, в конце концов. Болезни, причем болезни, я имею в виду не только человеческие, но и системные, структурные. Вот, потом баланс, брак-бардак, для того, чтобы очищать систему, нужно знать, где этот брак-бардак находится. Балаболы, бесы, бездари – это те люди, которые являются, значит, инициаторами или авторами фейт-ньюза, фальши, грубо говоря, дезинформации, которая позволяет, собственно, сохранять власти, контролировать ресурсы. Банкротство – очень важно, потому что такие идеи нужно обманкротить и навсегда выбросить, для того, чтобы идти в будущее. Ну и безработица, как тоже фактор, который является показателем некой болезни, которая есть. Если есть в стране безработица, то, значит, это что-то не так, структура производства, труда, с этим нужно лечиться. И даже взять Беларусь, слава богу, Белстат начал наконец-то признавать, что безработица у нас не 0,5%, а 4,7% или даже 5%, по методике МОД. И я говорю, вот зачем нам индикаторы начала 90-х, которые ни о чем не говорят, но наше определение пока еще будет. Так что то, что мы сегодня будем говорить, оно, так или иначе, является основой для наших представлений по этим всем вопросам. Часть из них будет в бизнес-платформе, часть из них в консультарных документах. Так или иначе, вопрос такой практический. Ключевая характеристика нашей эпохи – это вот неопределенность. Как вы думаете, из какого журнала взят эта картина? Экономис. Нет, Экономис. Таймс, Белорус, Белорус. Белорус. Журнал «Директ». Журнал «Очень авторитетная международная организация». Белорусская дума. Авторитетная международная организация Белорусская дума. МВФ. МВФ, все правильно. Financial Development – журнал. То есть для нее посетили тело. Вопрос, связанный с неопределенностью, в чем собственно Федерация заключается. Почему вдруг весь мир заговорил про проект. Вот это вот попытка найти единственный верный путь. Сегодня это вот такой догматичный большевистский подход. Потому что исходя из того, что мы начинаем с того раса, подходы для разных стран бывают разные. Например, то, что говорили наши друзья о Николандии, у них это один подход к трансформации институтов, когда там король, когда они наелись всеобщего состояния этого, и видят, что это не работает. Но у них там никто же не придет с косой, не выкосит и скажет, давайте мы насадим новых людей с какими-то моментальными скоробками. У нас это другой какой-то путь. У нас другой путь наш. Нам же легче, по сравнению с тем, что было там в начале 90-х годов, потому что тогда, как делать сиреновичную экономику после СССР, никто не знал. То есть просто реально не было людей. Но были гарвардские мальчики, были чекарские мальчики, были сарбоновские мальчики, были МГУшные мальчики. Всех отдельно давали щеки, говорили, мы знаем, как нас, собственно, все зарядить. Причем это все было на основании научного коммунизма, социализма, опыта управления компартией комсомолом и все прочее. Собственно, поэтому мы не будем говорить про некий действительный и правильный путь для всех универсального. Мы будем применять те знания и ошибки, которые накопили во всем мире для того, чтобы, собственно, приблизиться к выработке рекомендаций нашей страны. И вот смотрите. То есть сегодня целый ряд дилемм, которые, в общем-то, сталкиваются с любая страна, причем и развитая, и развивающаяся, и тем более мы. Слава Богу, первая дилемма – война и мир – не касается нас. Потому что она касается Украины, наших друзей в Украине, она касается России, она касается многих стран, которые в прямой или гибридной, информационной, горячей фазе замечено. Но, заметьте, как мы можем быть бенефициарами решения спора о войне? Грубо говоря, если мы все признают, что мы миротворцы, у нас есть доверие, мы реально дружим, ни с кем не ссоримся, это, конечно, тот капитал, который украшатель сказал «Хельсинки-2». Мысли Федоровичем достаточно критично к этому относится, потому что для того, чтобы быть «Хельсинки-2», надо быть самостоятельной, в плане самим, демократической, свободной, хорошо управляемой страной с институтами, которые не вызывают никого сомнений. Например, какой страной является Швейцария, которая является в площадке между организацией, Австрия, Хельсинки недавно принимала, собственно, саммит президентов России и Америки. В этом плане, опять, это полна. Почему Хельсинки не Минск? Если бы Трамп приехал в Минск, это была бы наша классная абсолютная победа, и он не приехал потому, чтобы они заработали именно в других вещах, связанных с нашей репутацией, с нашими практиками, и, собственно, с теми вещами, которые творятся и с бизнесом, в том числе с инвесторами и международной арене. То есть мы не доработали, и поэтому его пропустили. Но, тем не менее, наша роль в этой оси, война-мир, это быть миротворцем и не вступать ни в какие конфликты, дружить со всеми. Конечно, классно, что мы не признали аннексию Крима, ДНР-НР, это очень хорошо, не признали аннексию РНС-ВАО Грузии. Абсолютно правильная политика. Но, опять, в том, мало. Потому что, если мы только на этом становимся, ну, все равно же давление будет. И для Бога какого-нибудь заварушка будет продолжаться между НАТО, Европейским Союзом и Россией, и мы там будем в жерновах. И нам может ввести пару дивизий и скажут, ну, ребята, следующую ночь к вам приедет 20 тысяч солдат, в Барановичи не прилетят. Ну, я представляю, и что? И какие мы действия для того, чтобы этого не делать? Вот. И нас поставят просто перед фактом, и, к сожалению, я это технически рассуждаю, но для того, чтобы этого не было, нам, конечно, нужно гораздо лучше делать домашнюю работу. Потому что у нас минский диалог замечательно хорошо. А там выступление Макея замечательно хорошо. Но для того, чтобы трансляция была того, что они там обещали и говорят, на внутреннюю политику. Для того, чтобы было, например, четкие указания премьер-министру, четкие указания главе администрации, что нужен, вот там список действий. И в этом плане, вот, мы с Евгеновичем ехали, вспоминали, как в 94-м пятом году Центр Восток-Запад был, как площадка в обсуждении вопроса безопасности или генеральной операции. Потом это будет, там, в нас на журнале закрыли, и через, там, 22 года начинается вопрос опять возвращения идеи, диалога, что очень хорошо, что, конечно, он есть, но пока такое очень, кажется, мало содержаться. Privacy, то есть это личное пространство против тотального контроля государства и сетей. Сетей, потому что не только государство контролирует и имеется информацию Facebook, Amazon, многие другие организации, тот же Apple. И вот, как говорят, privacy, возможно, только дело будет в далеком лесу, без телефона, без гаджета, без электричества, тогда тебя не могут отследить. То есть это, там, деревня Амишей в Полесье. Представляете такое? Это вот privacy. А все остальное, этого нет. И вот, в принципе, я думаю, что наезд, там, европейцев, говоря, там, бизнес какой-то туризма, да, это будет услуга, которой будет пользоваться спросом. Потому что это тот дефицит, который будет ощущать люди все больше и больше в праве. У них там ничего этого нет, такого. А вы, пожалуйста, в болото хотите? Пожалуйста. В озера хотите? Пожалуйста. Мы будем, мать природу, вот, предлагать в качестве нашего строительного преимущества. А сети – это вот то, что мы еще, там, кто следит за фондовыми рынками, в Facebook потерял 25% капитализации, потому что там не понравились не только там балансы, но также вопросы, связанные с управлением персональными данными. То есть тоже, когда у меня говорят, там, относительно всех данных, ключевой вопрос, в том числе для бизнеса, вопросы кибербезопасности, сохранения данных, чтобы не было проникновения в сети. Кого-нибудь хакали вообще в последние 10 лет или нет? Аккаунты крали. Кто подивезет, для кого крали? Сайт. Ну, вот, вот это вот. Да хорошо, то еще мы деньги не потеряли, да? Потому что, если в день притча будет. Ну, на твой вопрос. Ну, мне пытались сломать твой сайт, но я это, там, за 5 минут исправил. А сколько исправили персоналу? А тамарность, вот, когда мы… Есть технологии, которые позволяют людям жить автономно, работать автономно, работать удаленно, учиться удаленно, учиться удаленно, учиться удаленно. То есть, ну, в самом деле, нафига люди вообще нет. Да? То есть, вопрос, который, вот, возникает из развития технологий. Да? И одновременно, вот, есть вопросы о коллективной кооперации, которая может привлекать совершенно другие формы. там, не то только, там, какой-то, там, постоянно рабочий день 9 до 6, в одном коллективе. То есть, вопрос такой, что можно быть там одновременно, там, в 3-4 группах, коллективах, одновременно сохранять какой-то свой privacy. Ну, вот, это тоже дилемма, которая, вот, она не оформлена еще, понятно, в каком виде, да? Большое государство, большое общество, это, вот, фундаментальная дилемма управления активом собственности, или Афан, это очень просто определяется, там, больше 40% расходов дохода государства, собственность государства и регуляторная нагрузка. 3 параметра, по которым можно сказать. У нас большое государство, у нас гипербольшое государство, такого государства нет в Европе, в мире мы тоже на топе стран, где много-много власти людей, чиновников, политиков, вот, а очень мало общества. То есть, любые, то есть, опять-таки, президент сказал, централизуйте, развивайтесь, власть на места, но сказать одно, а делать другое. И в этом урон еще ничего, собственно, сделано не было. Конкуренция денег против монополии государственных платежных средств, это вот то, что мы в предыдущей дискуссии видели, она набирает обороты, медленно, косо, криво, с большим противостоянием, я думаю, совершенно по-другому будет на этот сюжет, потому что фиатная система, это кормит абсолютно большевое манечество, она ничем не обеспечивает. То есть, когда Никита говорит, о чем обеспечены, там, крипто эти ресурсы, да, я их тоже называю электронными, деньги над электронными записками на доверие. То есть, деньги в классическом обеспечении. Но идет, вот, первоникальное такое создание вот этого пузыря, там больше увидите дальше, потом есть вот маленький, маленький фрагмент, связанный с электронными ресурсами на доверие к тем технологиям, которые их обеспечивают. И опять-таки, Никита еще прав абсолютно, есть вот золото, которое ждет своего часа. Потому что когда будут разваливаться, да, люди едва ли идут к крипте, или придут к американскому доллару, или придут к евро, что эти ресурсы достаточно сомнительного качества. И вот я говорю, это ближайше, думаю, мы доживем точно до нового Бреттон Вуда, то есть до системы нового создания, нового монетарной системы, когда люди будут определять правила игры, наверняка там будет золото в той же степени присутствовать. Вот там в электронном виде, в такой виде тоже как бы вторично, но фундаментальный вопрос экономической теории должен быть решен. Долговая явная нагрузка в фонда, по количеству увеличения и вращений, данное я вам сейчас показывал увеличение долговой нагрузки, и сегодня это проблема и в белорусской экономике, и в мировой в гораздо большем масштабе. Технологии против современных лудитов, проблема не только безработицы, проблема того, что там вот намерение 9-8 в Белоруссии, это не только там крипта и все прочее, это как раз поддержка интеграции. Технологии в промышленность, как например искусственный интеллект, роботы, усиленная реальность, многие другие вещи, 3D-принтинг, да, завести к нам при помощи тех технологий, которыми обладают люди, работающие в IT. Вот такая идея, вот, и она к сожалению там не попала, не была описана, исчезла в этом хайпе, который произойдется в отношении совершенно других инструментов. Как это сделать наше общее задание? Хорошо, что мы понимаем, что будущее нашей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммуникации, образования лежит в интеграции этих технологий. Без этого это просто отстой и умирание. Причем во всех этих сферах есть интересное исследование о стоимости, как в потенциальном рынке, значит, разных секторов при использовании технологий международной промышленности. Мы говорим про цифры там десятки триллионов долларов. И опять, можно производить железо, как говорят, для этого, можно производить софт для этого, можно быть логистическим центром для этого, можно там быть образовательным центром. То есть, столько применения может быть, опять, выиграют цепь, то первое это будет использовать. Потому что им было интересно в апреле этого года о готовности ведущих корпораций мира к использованию технологий международной промышленности. Только начальный этап. Отдельные предприятия там 100 баллов, на 10-15 пунктов только они начинают использовать то, что уже разработано на действии. Это совершенно новый край. И нет никаких оснований или причин, почему Беларусь не может стать первой в этом году. Не первой, скажем так, но в группе, скажем, 20% физиковиков. Потому что это человеческий капитал, это инфраструктура, это образование, это, как бы, безопасность. Это вещи, которые, на самом деле, нужны для человеческого капитала. Человек, вот, недавно видели, ролик сделали ребята из какого-то IT-компании, про Минск. Какой-то крутой город для IT. То есть это Минск, это супер-фута, метка для программистов, приезжайте в Минск, это наше территориальное оборудование. И две минуты. Я могу просто показать вам его, но очень классно. Да, я покажу вам попозже. Потому что он, как раз, показывает, что, вот, ребята, говорят, мы взять своих сотрудников из Москвы, из других стран мира, которые хотели в Беларусь, потому что это круто, это классно. Вот они говорят, вот, для них нужно создавать условия, но потом эти люди своими, там, наработками как-то нужно обеспечить диалог с теми же руководителями нашего, там, промышленных предприятий, там, региональных предприятий. Потому что у них есть деньги живые, активы, мощности, и для рабочих. Но что делать на этих, вот, на этом акте, все монеты знали. Сетку-рядницу, грибы, еще, я вот сколько там, раз, уже, наверное, десять встречался с ребятами, которые хотят делать вертикально это агро, раз, выращиваться, все эти что-то. Агро-поднику. Агро-поднику, да. Говорит, все нормально, все там, и по стоимости, и по цене, и по всему. Так а что они делаются? Блин, боятся, а у них сельхоустрот боятся. Так а что боятся? Ну, давайте с колхозом, да, там десять колхозов во есть. Пусть они покупают ваши, там, корма, на основании вашей травы, которую вы сделали. Причем берете там, заброшенный какой-нибудь там, завод, не требующий ничего, и выращиваете там эти вещи, то есть и продадете. Ну так сегодня продаю, а завтра запятят. И все. И ничего там, даже метрополика стоит. Реплика одна, известен кейс, как судили фермеры в Белоруссии, знаете, вот такие яблоки, когда вот так их растут, да? Вот его за это судили, это нарушение было этих посттехнологий. Ну вот, вот, вот. А я, как ты понял, видел в Израиле такое, великолепное помидорное дерево, да? И когда я спросил, вот это шикарное помидорное дерево, помидоры, потому что нормальные помидоры? Нормальные помидоры. И производительность этого дерева в 60 раз превышает приличность там другого, помидорного производства. 60 раз, друзья! Блин, я хочу такие помидорные деревья, а почему? Вот-вот никто не туда говорит. А нашего союза было фермерское хозяйство, когда клич был президентом, потом коронулым, овцем, он из Америки привез, развел стадо, и у него принимали только как живой вес, но убой, никому не нужно шерсть, никому там короны, никому… поэтому… Это вот как раз вопрос от идеи, который высказывает человек, у которого может быть там не 250 рублей, да, до фраг стерилизации, потому что чиновник написал инструкцию, да. И вот, например, убеждение победить, получать все, природ увеличивается для всех, да, то есть, когда мы говорим там про… там есть книжек про большую четверку, да, Amazon, Facebook, Apple и Google, да, и они говорят, ну все, вот эти ребята все, а все остальные, грубо говоря, отдыхают, потому что где-то вот недавно сейчас вышли на 5 метров штраф для Google, да, типа это нарушение там монополистической фракции злоупотребления, здесь большой там интеллектический практический вопрос, почему есть убеждение, что победители получают все, а все остальные, грубо говоря, что встал клад в болот, или там в ящиту скакивают, да. Вот кто из белорусов, кто из нас купил акцию Google в 2017 году? Да. Бибер! Сегодня ты становишь 8-10 раз богаче, потому что ты эти деньги имеешь, и пока… Теперь понятно, откуда она себе купила… Да, да, в случае того, что, например, понимание, что структура капитала поменялась, и мы сегодня можем стать участницами этого керамидного благополучия, оно, по-моему, отсутствует. Я только… В прошлом году, мы… вот есть такой… Ермаков в Италии, он сейчас пришел, конечно, компания «Ромакова», мы пытаемся с людьми говорить по поводу инструментов семейного инвестирования, сдоряжения, работы на акциях через, там, структуру… Приорсбанк, как вы можете сказать, Альфа-банк есть. То есть, грубо говоря, чтобы деньги не лежали под полтора процента, а можно было бы заработать, там, у него, средняя ставка, там, двадцать процентов заработок, ну, за год, да, реальный денег. Вот нормально, то есть инструменты. У нас такая косность, люди готовы рисковать, там, не знаю, какими-то инструментами совершенно кондомами, вот, вот, но выйти на биржу и, грубо говоря, довериться профессионалам в рамках некоторой стратегии инвестирования, они, к сожалению, не могут, потому что есть неправильное понимание этих площадок. Поэтому, убеждение победы на получать все, оно является идеологическим штампом, не вещи, ничего, собственно, общего к реальности, и я категорически против этого решения Европейского Союза, как и против, там, Microsoft в свое время, потому что здесь очень жестко нарушаются правособственности и создаются искусственные условия для конкурентов данных организаций. Еще, централизация против децентрализации, свободная торговля против блокового, значит, протекционизма, глобализация, экономический национализм, к сожалению, это то, что он растет, вот, и он растет под флагом импортозамещения, да, даже вот мы вот пытаемся, там, говорить про свободу торговую рамку ЕАЭС, или союзного государства, но попробуйте войти в госзаказ России, да, или в госзаказ или там получить некие те же условия, которые получает российская корпорация. Или быть Рутенбергом, Ковальчаков, получая некие компенсации от санкций в размере, там, триллионов рублей, потому что они близки к Путину. То есть эта практика разрушает вообще любое доверие, и когда мы, там, у меня российские коллеги спрашиваем, как возродить вообще этот союзный государство проект, или сделать его более крутым, да, я говорю, слушайте, давайте вот, европейцы начали с УГА и Стали, мы начнем с нефти и газа. Вот два товара, убедите Газпромный, Роснефть, что нужно торговать на общих мировых условиях, и все. Это 70% торговли сразу же ставит классно на одно или иное условие. И вот, когда Сечин и Миллер ближе к Путину, чем любые принципы, любые документы, вот происходит вот такой экономический националист, за которым следует все, что угодно. И да, он тоже, он прошел-то, признал значительную речь, что санкционку сделает это не белорусы ориентировали, а на самом деле крупные помоны из России ФСБ. Тяжелые. 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 Факт? Факт. Все знают, а причем белорусам за какие-то сертификаты, за какие-то там нитраты, за какие-то там антидиотики, в которых непонятно попали, не попали, по полной программе счета. А эти миллиарды долларов сколько-то, не знаю, в открытый интервент. Это проблема, потому что, если мы говорим, что некая интеграция это только бумаги, это информальный документ, это одно. Если мы говорим, что интеграция это реальные механизмы, работающие на Земле. Совершенно другое. Высокая технология привычная, старая, ETH и Government бумажная бюрократия. Это у нас тоже вопрос Совета предпринимательства, когда наши импортеры жалуются на то, что можно сертификаты оригинальные предоставлять и документы, подтверждающие их. Вот это Ваня, вот тоже Иван, очень хорошо это все, тоже тему знает, наисусть, и это требует, там, не знаю, 150 страниц на растаможке груза, 150 страниц документов. А в таможенном кодексе написано одной строчке теплоэлектронное декларирование и все. Причем каждый раз при поставке такой того же Каждый раз та же партия все же идти. И при наличии электронной базы. Да, да, да. То есть это просто лень. Да помните, когда было введено Это просто не знание. Это знание того, что если перестраховываться, а вдруг ты там делаешь ошибку, а вдруг ты не сделаешь. Это же день не создания. Да, да, да. Бед тамож сервис, который является государственной структурой таможенного комитета, является очевидным конфликтом интереса. Не должно Бед тамож сервис владеть таможенным комитетом. Продайте его, ликвидируйте, дайте там пусть 20-30 будут организации оказывающие услуги, но не может быть иначе. Вот, собственно, простой вопрос. Таможня, мы поговорим с президентом, мы выслежим свои аргументы. Так если бы президент собрал нас, бизнес, их, и мы слышали аргументы, потом взвесили бы, сказали, да, действительно, это мнение хорошее, ну тогда можно было пойти дальше. Так получается, мы высказываем мнение с аргументами, бизнес, эксперты все, они заходят в некие коридоры власти, в некие там шептуны, да, и все, и побеждают где-то без какой-то дискуссии. Онлайн образование против традиционной школы это фундаментальный важный вопрос, что сейчас, наверное, вот школа это подготовка там к рынку там 80-х годов, в рынку труда, и все это признают. позапрошлого века, вот, позапрошлого прошлого века, и если ее радикально не поменять, там даже по гразинскому образцу, по фельфинскому образцу, по шведскому, по бельгийскому образцу, где гораздо больше участие людей и работодателей, в принципе, это просто выборочная жизнь. Я не понимаю, зачем, как будто нужны эти корочки, которые являются просто, опять, мы говорим про фундаментальный провал государства в области той сферы, которую они монополизируют. И того не пускали, и не пускаем, при этом сами ничего не могут делать. За последние 20 лет в республике не создан ни один частный центр по профобразованию. Ни один. Если кто интересуется проблемами национального образования, он, как бы, на переднем краю разговоров и делал дискуссии с Минобразованием с фундаментально важным вопросом профобразования работника. Этот человек делает все для того, чтобы у нас были квалифицированные рабочие, а Минопр говорит нафига вы нам нужны? У нас есть ПТУ. У нас есть, так ПТУ на самом деле люди, небеская компания представляет базу за свой счет для того, чтобы учить нас делать профессиональную классную работу, а Минобразованию говорит не по программе. А на кого вы работаете, господин Равн? На кого вы работаете? Вы хотите, наверное, какую-то семью нам подложить? Вот так говорят. Ну, конечно, какое-то решение тебе, а тебе больше надо, и вот какой-то, знаете, поиск разберется, что за бой стоит, может ты там немецкую бациллу нам хочешь вынести. Вот это вот, и еще провалы, то есть, знаете, те государства, которые взяли монополисты, сектор монополии, в условиях новой экономики, они настолько очевидно, рельефно провальны. Вот образование провальное, здравоохранение провальное, государственная миссионная система провальное. То есть, заметьте, там где вот стоматология частная нормальная, там какие-то частные сектора, там строительство нормальное, там где только создали конкуренцию, дали идем нормально работать, появилось какая-то хорошее продукт, хорошее качество на земле. Как только сохраняется в наборе, во имя чего, понимаете, во имя стабильности, во имя того, чтобы там люди имели доступ к образованию. Сколько она стоит сейчас в БГУ образование год? 6 тысяч рублей. 3 тысячи баксов. Блин, в Берлине бесплатно, в Эстонии там бесплатно, в чем в Польше? В Польше, дешевле, скорее. В Польше, почему родители выстраиваются в Украине? Женя, инерция, инерция, они не знают, что есть другие опции. Дети только нам, я так понимаю. «Ой, а потом, поедешь в Польшу?» А что вы с этой Польше делаете? Вы перестали платить, потому что идут с рынка эти бездарные поставщики в БГУ образованию. И покупают, продают. Это значит призывы к этому. Пусть и покупают. Окей. Я вообще не понимаю, зачем идут в БГУ, а зачем в БГУ? 1880. В этом году на выставке по правообразованию запретили участвовать польским, прибалтийским, все бусы. Вот монополизность недобра, которая наносит явный ущерб Республике Беларусь. То же самое Минздрав, я уже не говорил, Минздрав, если знаете, пенсионная, система тоже монопольная, и я вот и говорю, для молодежи 100%, я тоже не буду получать там формальную пенсию больше 100 долларов в месяц. Не будет, пенсии просто в этой системе. Просто не будет. Вот монопольная система, я говорю, одно из самых опасных заблуждений следов Запада, которую мы переляли из морков, это пенсионная система, монопольная пенсионная система. Зачем брать то, что является ущербным дефективным определением? У нас, наша школа экономическая, мировоззренческая была такая. Мы должны быть с вами тситом тех идей, которые поступают извне. И вот мы с вами, нам пришел там немецкий какой-нибудь фонд или немецкие правительства или ОСР или еще что-нибудь сказали, вот ребята, у вас такая пенсионная система и дрите нашу. И вот то, что Украина взяла на сегодня английскую систему реформы здравоохранения, которая ущербна, которая является причиной десятки тысяч людей в Британии, я не знаю, это просто надо быть анти-патриотом Украины для того, чтобы такое дерьмо взять и просто потом размазать во всей стране. А потом реакция вот какая? следующее. Вот вы взяли западную модель, она не работает, мы не подходим для запада, Russia! Where are you? Иди сюда с вашими практиками. Вот что очень опасно. Поэтому, я говорю, когда в 2003 году вы с Федоровичем делали концепт регистрационной реформы, представили министерство труда и социальной защиты госпожи Моровой, потом встречался с другими представителями правительства, Ярослав, но это же не для нас. Вы точно не для нас. Вы думаете, что наши люди не понимают, что нужно сберегать, что они такие дебилы, что тратят все и будет деликатно? Нет, надо, чтобы деньги оставались здесь и на наших предприятиях шли. А где смысл? То есть, функция финансирования госпредприятия на функция, функция сохранения и переживания денег обыкновенных людей другая функция. Давайте, Райс, придем. Ты радикал. Вот ответы, которые я очень часто слышу в этом плане. Поэтому вот все эти дилеммы, которые вы видели, отвлекают нас на вот это. Мы вступаем в эпоху, в которой уверенно не будет чистой формы. То есть, не будет чистого там капитализма, чистого социализма, чистого там частного рынка или все 100% не будет. Fusion все. Вопрос самый главный феотиды для нас и для правительства, и для бизнеса. Какие пропорции ингредиенты этого фьюжена будет? Потому что это уже, грубо говоря, творчество. Это уже наука, это зависит от нашего социального, научно-интеллектуального капитала. Как мы сможем, как мы убедим, такой фьюжен у нас будет. Если мы будем сидеть и думать, что там чиновники за нас что-то решат, они в свою сторону решат. Криватизация в свою сторону. Сельское хозяйство под свой термал. Вот, собственно, что, к сожалению, будет. Поэтому, друзья, вот какие фьюжены совершенно неожиданно происходят в нашем мире. Видели обложку тайма, да? Это вот две просто картинки, там есть такая дивка, да, когда меняются только, получается, другое. Это вот фьюжен. Пять лет назад это было бы просто невозможно. Почему? Я говорю, что представить, что российского, американского президента будут приближаться в России. Ну, так пять лет назад не Горбов, а тут белые. Нет, я, потому что, если кто интересный, есть такое замечательное великолепное американской, Робби Уильямс, и кто знает, он делал такое стендап комедия, да, то есть комедийный артист, который буквально пять минут якобы, он встречается с человеком, там, через пятьдесят, который, там, был замороженный, вот его отморозили, там, сорок лет назад, и он говорит, ну, расскажи мне про Санген Америку, говорит. Ты знаешь, там, типа, и он начинает перечислять факты реальной современной Америки, говорит. Ну, ты, там, типа, и про арабов, про все, говорит, ну, у нас, типа, у нас некор везде. Ну, не окей, не может быть такое. Да, его зовут Баран, Кусейг, ноуэй, типа, ты, то есть, это, я мог его поставить, и там сматываем, правда, поэтому только на ужин. Это совершенно потрясающая вещь, которая говорит, что, если реально заморозить, разморозить, ну, как такое может вообще быть, чтобы вот это, вот, случалось, невозможно, просто невозможно. И вот это факт реальность американской, нашей жизни, на самом деле, нашей жизни. Либо вот такой фьюжен. Маркс-мизнес, как это возможно? Как можно, можно быть, социалистическим либертарианцем? Или, как может быть, там, либеральным, не знаю, там, сторонником, вот как говорит, Сислимбом, да, как говорят, или Гайдар, Чубайс, которые выступали за империю, и никогда не говорили про демократию, про свободу, экономическую свободу, считаются, почему-то, относительными либерализмами. Это в России они считают. В России, они дураками считают, относительными либерализмами. Это уже потом, да, это уже коннотация такая. То есть люди, которые, вот я, опять могу сейчас вам подразделить, это совершенно потрясающий сюжет. Знаете, Глазиев? Да. Глазиев недавно дал, буквально в пятницу или в четверг, интервью для отца «Град ТВ», да, где он назвал Путина вниманием. Это просто вы никогда были, я уже не сказал, он тоже не поверил. Это совершенно потрясающий сюжет. Надо вносить все эти вопросы. Здесь все на реформу. Именно сейчас я вам объясню. Вот эти горловские мальчики, значит, которые до сих пор почему-то у нас пользуются спросом в администрастной службе, они же, им удары, в Вашингтоне точнее, им удары в Бостоне, но МВФ в Вашингтоне, там в основном прокачивают мозги, им внушают такую мысль. И в любой книжке «Либертарианского толка» вы можете это прочитать, что непопулярные решения нужно принимать на фоне взлета популярности власти. Потому что, когда власть будет непопулярна, непопулярные решения, ни на кого будет переложить за них ответственность. Поэтому, прочитайте любых этих горе-реформаторов, мемуары, которые свои народы, так сказать, осчастливили либертарианскими реформами, они это для них, они же не отвечают. Вот эти люди, которые готовят, нет? Вот, две, в одном фрагменте, два раза, причем, это как бы уже, я замечаю, практика Руслан Гринпер, кто же сам и сказал про «Либертарианцев», два раза идёт отчернение по наложенным отношениям понятия либертарианской реформы. Во-первых, если человек показывает свою вопиющую безграмотность, то, что Гарвард, это на самом деле центр социализма в Америке, кто знает, разбирается в этом всём. И говорит, что из Гарварда вышли какие-то учебники и по тому, это просто не понимать. Джеффри Сакси, кто знает Гарварда, человек, который загубил много стран развивающихся, в том числе переходных. Стиглистом он тоже. Стиглист оттуда, да. И вот, когда он говорит, что вот, ребята, вот либертарианцы, сволочи Гарри подсунули эти реформы, которые делают, а потом люди подумают, блин, да не нужна миберализма, не нужна миберрианство. Это же сволочки, которые хотят повысить пенсионный возраст до семидесяти пяти лет, как люди говорят, и додавать пенсию с 90 долларов. Да, додавать пенсию с 20 тысяч долларов с 50 тысяч долларов давать на жившим, да. Идет подмена понятий жутчайше, да. Вот, например, вот Ось Спаркс Митин, да. То есть люди, они вот, если взять одного как идеолога коммунизма, капитализма, значит, социализма другого, взять идеолога и классика либеральной мысли. И вот, как вы думаете, на открытии памятника кого присутствовал Жан-Анатолию Кертьев в Украинской комиссии? Элена? Не, Маркс! 200 лет Маркса деньги выделяли, приехали туда, ни слова плохого, великий мыслитель, ла-бла-бла-бла. То есть, вообще никакого политического отношения. Он спросил правительства, наверное, он уже не знает, какую фамилию. То есть, вот отношения, понимаете, к мыслителям, и вот, книга, которая написала в 2020 году о невозможности экономического расчета в социализме, до сих пор там неизвестна людьминой долей полисемейкеров. Потому что это книга, которая, ну вот, про нас. То, почему социализм самок провалился. Там не про Горбачева с Ельциным, не про что, не про Шушкевича, не про Головештубущу. Теоретически научная основа, почему, собственно, социализм приводит неизбежно к накоплению ошибок, как мы. Наш социализм точно такой же. И потому что есть там какие-то злые люди в администрации или в КГБ или Лукашенко сидит и думает, или Путин там. Потому что это объективно научное объяснение предстоящих процессов. И вот, когда люди пытаются взять оттуда отсюда, да, и сказать там на свою какую-то медницу извода, ну это просто грустно, да, это антинаучно, но это факт. Попытка делать фьюжн. А когда ты начинаешь говорить, нет, слушайте, вот Маркс там, он не ученый, он политэконом, он пиар-человек, и аргументированно говорит, ты слишком радикально, ты не склонен компромиссу. Вот очень крайная карта. Или вот, проблемами индивидуализма. Кто надувает пузырь? Телевидение, масс-медиа. Человек сзади. Нет. Я считаю, что нет. Какие еще опции у вас есть? Школа. Он сам надувает. Сам надувает чипсы, Кто из вас там вкладывает, включает в канал кнопку телевидения, кто из вас там берет книжку, игру? Это ж сегодня за завтром было, это вообще бабушка вымывали. Да, да, да. Ира Майчук. За завтром бабушка вымывали. Да, да, да. И это вот этот пузырь, да, это вот этот вынос мозга, потому что там получается пространство такое, штамбок, вот клише, но там очень мало, там, суд. Это тоже очень, видите, управляемый, индивидуализм по определению не может быть управляемым, да, но он есть управляемый, потому что человек даже не понимает, что их манипулировать, не понимает, где правда, где ложь, но нет инструментов познания этого мира. Вот интересный сюжет, связанный с тем, что люди хотят в качестве управленческой альтернативы. Это 38 стран опрос. Был плохой или хороший способ управления вашей страной глобальное, медиарное значение, да? 38 стран. Репрезентативная, значит, демократия, то есть можно порой где-то было, видите, там, почти 80 процентов. Прямая демократия, то есть это референдам очевидно, то есть другая форма, тоже за 60. Rule by expert, то есть управление экспертов, тоже это почти 50 процентов. Потом управление нечемно ограниченных лидеров по 25, и военных. То есть в мире, на самом деле, создается очень даже такой устойчивый, растущий спрос на недемократический корпор управления, потому что есть хороший пиар Китая, хороший пиар Сингапура, хороший пиар Тайваня, там, хотя там демократия, Чири того же, потому что Чири он всегда, говорит, на чек, потому что он был такой железной рукой, все сделал, все загнаны на стадионы, и поэтому это вот сволочи-либералы хотят на 50 тысяч людей положить, чтобы сделать свою идею. Вот. То есть, видите, растет эта штука. Вот это классика жанра, например, ограничений. Вы начинаете говорить про свободу, безопасность, в таком выражении, потом это вот, вопросы расхода на безопасность растут, в конце концов, становится только безопасность, только силовые структуры, только эти расходы, и вот как у нас, уже предпринимательство, отсюда, это отношение к предпринимателям, как врагам народа, криминализация законодательства, отсюда, потому что все ради безопасности. Какой безопасности, и кого безопасность, МИЗДРАФ тоже ради безопасности, людей ограничивают делать сертификаты, лекарств, оборудование не существует, тоже ради безопасности. То есть, это вот мозг, который у нас же сожрал нас с потрохами, понимаете? А все, потому что люди боятся, чтобы в обе этих делали. Вот. Или вот соблазн порулить, прогрессор. Это вот интересная, значит, данная роста производительности с 70-го года. То есть, с 70-го и 2018-го года. Смотрите. С 70-е годы было около 4-х процентов этого время, когда закончился бум. И тут началась, на самом деле, вот, кризис лифтяной, потом это, в 80-е годы это было полученное, потом вот, прочитала перестройка, развал Советского Союза, да, это вот страны с сменой доходов, да, вот это вот. И вот мы сейчас наблюдаем то, что называется стагнация. Заметьте, производительность труда какая-то маленькая. Видите? В среднем, по-моему, 1,8 процентов, в странах с высоким доходом 1, в среднем, по-моему, 2,4, в США меньше процента. Это говорит о том, что, на самом деле, в последние 40 лет, в реальном выражении, доходы и население не растут, потому что, фирмы не зарабатывают, производительность труда не растет. Вопрос почему? Вопрос очень важный, потому что, здесь, вот видите, опять инвестиции, да, были, росли, провалились, и опять, как и начинают падать. Если кто знает хорошо Кейтса, что он рекомендовал в ситуации, когда нету денег или не хватает инвестиций, для того, чтобы повысить производительность труда и сделать... Государственные не учение гос. на сходы. Да! То есть, если частники вы, сволочи, какие не хотите, тогда мы... Возьмем долг, напечатаем, заберем, передадим, так или иначе идет обращение к тому, чтобы решить фундаментальную проблему, при помощи легкого инструмента заимствовать. То есть, я, например, заберу и раздам. А кому раздавать? Так у нас 1742 проектов. Или там, давайте мы просто с бизнесом, какие проекты поддерживать в рамках госпрограммы. Соберут, например, Кориазина, Лануська, Сиренова, Агенко, и скажут, ребята, дайте нам 10 проектов, для того, чтобы мы вложили вас в миллиард долларов. И у вас будет большой соблазн, или, Колова, например, интервью управляющих говорят, да я знаю предприятие бедрусское, дайте мне 100 миллионов долларов, я обязуюсь, под честное слово, обеспечить возврат 15 процентов. Дайте нам 15 лет. Пойдете? Ну, естественно. Надо обязательно. Это очень большой соблазн. с вами, да, не нужно сразу. Алена, да, вот, конечно. Матрица, конечно, заработает. Это вот, это такой, то есть это вот та же канава, то же направление, только новые актеры. И все. А старые актеры, которые распределяют деньги, не остаются при места. Если мы хотим что-то поменять, то мы понимаем, что мы последние 20 лет, собственно, делали вот это. Мы при помощи госпрограмм госинвестиций пытались угнаться за производительность труда. Сегодня сколько у нас в принципе труда в стране на человека? Около 12 тысяч долларов. А сколько в среднем есть? 55-60. То есть мы отстаем в пять раз при помощи того, что опять предлагается делать. Когда вот, а соблазн, то же самое, например, в Америке, в Европейском Союзе, а большой? Греция, например. Как сделать так, чтобы люди работали лучше? А надо просто дать больше вместиться. Откуда взять? Европейский Центральный Банк. Давайте нам бабок. Какие бабки? Ноль процентная ставка. И все. И пошел раздрать. Пузырь надули, а потом потом случается депрессия. Или там великая рецессия, великая депрессия. Вот собственно, мы находимся в ситуации, когда уже все инструменты, которые были, уже можно подключили, осталась национализация, осталась еще инфляция, и осталась еще там довести ситуацию с долгом до код экологического решения. Ну нафига нам этот баян западный, европейский, который вот это не работает? Сам они понимают. Путин, который там говорит, этот запад сволочь, там, аморалка, и все. Зачем ты делаешь то, что они делают, у них не работает? Причем никто же там из МПФ, пистолет в горло не представлял, говорит, делайте это, потому что мы вам там не дадим чего-то там, или не купим, а что нет. Итак, интеллектуальная ловушка, интеллектуальная диверсия в первую очередь. Новый третий путь опять на повестки дня. Представственное частное партнерство, все знают, как оно работает, и для кого оно рассчитано. Аня вот, инициатор этого законопроекта, она может вам рассказать много. Промышленно-экологическая кооперация. Под что получают деньги наши большие корпорации? Под то, чтобы иметь высокий экологический стандарт. Имеет, не имеет, какие они имеют значения. Я не говорю, что там, экология-то плохо, да, безусловно, должна быть хорошая экология, стандарты должны быть едиными, но использовать, злоупотребление экологической там, чистотой, стандартами, для того, чтобы получить деньги из бюджета, это просто выманивание деньги при помощи нового инструмента, нового инструмента. Робото-человеческий обмен. Вот у нас это еще впереди, да, но вот я просто, вот это вот самое важное, да, это вот недавно, в апреле, по-моему, этого года, или в марте, в Томиннице, intelligence unit, сделали такую research, то есть исследование, вот, все, что бы ты ни делал, AI сделает лучше. Ну пусть тогда искусственный урок сделает так же мясо, как я его вчера сделал. Нет, не сделай, не сделай. Но есть клиник интересный, который показывает робота, который совершает 2000 операций переворачивания бутербродов в фастфуде. То есть уже такие роботы есть. И вот мы говорим как раз о том, что делать, потому что персонификация, индивидуализация продукта является тем уникальным способом остаться на рынке и зарабатывать хороший риск. То есть то же мясо, которое робот перевернул, и то же робот, которое Никита перевернул, это два раза пуска мясо, не потому что оно там по своим химическим составам другой, а потому что ты делаешь это, потому что ты душой, и сегодняшний человек в столовой. кусок моей души сорвали. Поэтому вот научно-эстетический дискус. Заметьте, наука и эстетика. Вроде бы разные науки, вроде бы разные вещи. Вот. А кто изучал поведенческую экономику? Или экономику, как это называется? Нейро… как это называется? Нейро… 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 Как это называется? Нейро… То есть, грубо говоря, это что-то предположать. Если мы проведем эксперимент. А? Нейро… Что-то нейро, что-то фигня. То есть в том, что делать эксперимент, человека заводят в магазин, анализируют, как он делает выбор. И основная связь. Именно на основании этого делают выбор по всей, собственно, поведению человека, и на основании этого предполагается изменение экономической политики. Причем, в 90% случаев результаты, полученные вот так, не удалось вас произвести. То есть, это типичный пример шарматанства. Это все доказано на опубликованных журналах, но нейро этих парней продают миллионы державных книг, советуют правительствам разным, не дай бог приедет какой-нибудь нейронный парень путешествие скажет, давайте я вам научу как сделать экономическую политику и, скажем, политический рынок. Это будет трагедия просто. А эти парни в своем нейронном, как это называется, нирване находятся и все. Эстетика и наука, вещи, которые совершенно в разных, как бы, планетах, они в одном этом. Чиновники в бизнесе предпринимают себя власти. Вопрос. Что будет, если назначить Шакутина, Машенского, Капузидис, премьер-министра? Так уже было и хорошо заработать. Ярослав, Петюнов уже был. Петюнов. Петюнов. Помнишь, Петюнов? Нет, да. Вот, вот. Нет, вопрос к тому, что есть компетенции, знания, которые либо есть, либо их нету для управления и принятия решения. Убедать систему и система его ломать. Да. То есть, заметьте, у нас в Беларуси тоже интересно, да? Заметьте, что наше правительство ведет диалог с бизнесом, по поводу экономических реформ, но не ведет диалог с ученым в сообществе. То есть, да, хорошо, чтобы мы там вовлечены в процессе. Вручение дает президент Национальной Академии Наук, но это ничем не хочется. Нет, в Академии Наук не будем про ходячие там трупы говорить. Вот. Сноидарность поколения, она отсутствует, потому что количество людей как бы дисбаланс и все это очевидно. Странция локального бизнеса в глобальной сети. Тоже вот. Знаете, говорят, что будет, если, например, как встроиться в цепочку добавленной стоимости какого-нибудь там, не знаю, бубна, или там, не знаю, не знаю, брыш и марина добавка, или еще что-нибудь производственное, такого, что можно сделать. Можно сделать, но и арбузов встроился в производство аудиоинферсуали. И, по-моему, это и будет? Нет. Парни засадили, ну, по-моему, это такой сюжет вот страшный просто, нанесение ущерба стране в особо крупных размерах, даже говорить не хочется. Он за свой счет, там, и Минпром ему помог, и МИД не помог, он сам это сделал. Дальше он что-то нарушил, да? Ну, возьмите, накажите ему, дайте ему там, да, полмиллиона, в миллион дам, пусть заплатят, он заплатит деньги, пусть работает. Разрушили флутацию, разрушили и все, какой-нибудь там, капитан, комитета госконтроля вот и все. Зачем? спрашиваете, да? Я вот, если вам в курсе, помните, 2008 год, когда случился этот обвал в Америке, куча банков было заинтересовано, там, был участвовал в том, нарушении закона американского, связанного там, с управлением финансовой операцией. Досудебное расследование, о котором никто не знал, банки заплатили там, порядка там, двадцати миллиардов долларов в штрафе. То есть, ну, откупные, либо, если вы будете настаивать, и не будете платить то, что вы вам предъявляли, ну, тогда вы поделились через суд, тогда заплатили за юристов, тогда все равно уже у вас накажут. И они ценят риски. Что лучше? Нам заплатить всего этого, там, двадцать миллиардов долларов, да? И продолжать работать, либо судиться, там, непонятно, что хотел там, брыться в пушку, да? Вот люди говорят, а у нас такой опции, да, совершенно нормальный, не уголок, кто погиб, да, кого там, не знаю, здоровье разрушили, никого, там, сколько бюджета потерял, калькуляции нет, вот все равно нужно замочить, там, на полной строге. Вот, поэтому роботы. И вот еще интересная ось, мужчина-женщина, это уже немножко экономический сюжет, да? Потому что, вот когда мы читаем анкету для заполнения там канавца или астралийца, там пятьдесят два и шестьдесят четыре пола. Сколько? Пятьдесят два и шестьдесят четыре градостабильности пола. Пола чего? Пола человечного. То есть, мужчина-женщина, да, мужчина, а там пятьдесят четыре. Ну, это, это сверху. Вот сейчас Дарвин, вот Дарвин начал вращаться против часовой стрелки. Это, вопрос о том, почему есть основания критиковать запад за разложение тупости. То есть, ради бога, теперь надо это диверсификация, то есть, чтобы появилось такое количество фриков, которые говорят, ну, как тебя называют? Вы. Называть я вы, потому что иначе ты оскорбляешь меня. Или, например, трансгендер, туалеты для трансгендера. Нельзя папа и мама, только родиться. Да. То есть, когда я думаю, что вот какое-то естество, анатомия человека, который там ученый признает, что разница между мужчинами и женщинами есть, его обструкция, увольнение, как приснил, сволочкой, значит, что мужика из пениса, а у женщины вагина. Это просто уже какой-то вообще мозги сдвинулись с какого-то с какого-то. Веселяться. Да, веселяться, но просто знаете, а потом это используют там пропагандисты, говоря, вы хотите вот в таком дерьме жить, чтобы мама, папа или я, по-моему, не хочу этого, чтобы там меня посадили в тюрьму за то, что я там оскорбил чувство... 38-го пола, который есть в этом, это совершенно интересно. Или вот так же вот хай-тек. Смотрите, там бошка известного журнала Wired, тут уже там пол-трехмесячная разность, и вот смотрите, на одном сцене. Блокчейн – это love story или это horror story. То есть, опять, здесь мы можем говорить про достоинства, мы можем говорить одновременно про использование технологий для тотального контроля за всеми и за всеми. То есть, у нас, сколько, в принципе, там камер 50 тысяч, там 500 камер, по всей стране будет много, это одна сеть, которая через современные технологии будет использовать за тотальным контролем за всеми, из наших. И Big Brother сорвало, вот, пожалуйста, во всем, во всей красе использовать технологию. Это же однородное, это же историческое, то есть, я же говорю... Так вот, опять, как они объясняют, для того, чтобы делать преступность, друзья, для того, чтобы каждого потомка найти. Вот и объяснение такое. И причем, видите, вопросы всегда использованы. Любая технология, если рубильник, там, последняя миля есть в руках какого-то человека, который выходит за рамки бизнеса, это может быть horror story. Мы тоже, когда обсуждаем современные технологии, мы тоже говорим, что есть такие опасения. Сегодня весь так, завтра, там, кому-то захотелось закрыть ПВТ, открыть где-нибудь в другом месте. это риски, которые просто, ну, очень-очень серьезные. Или, вот, тоже вопрос уже экономической теории одновременно, и вопрос уже практически нельзя сказать, сколько это стоит. Видите, вот, журнал интересный, да, не разрешенное, то есть, не unsolved misphrase. Загадки или что? Да, перешел на загадки. Это ET, это Hatchstone, да, Slowstone Hatch, это Бермудский треугольник, это что такое, я не знаю. Круги на полях. А, Круги на полях. И вот, сколько стоит биткомин. Это как бы не загадки. Не-не, ну вот это вот, грубо говоря, что есть какие-то загадки, или есть там, тайны, да, загадка от Бермудского треугольника. Нет, ну, подождите, я говорю, что на многих-многих людей там это все стало уже мифом, такой сказкой, как и, собственно, все эти вещи. И вот, даже самая новая загадка в центре, вот, потому что люди хотят, опять, через что? Определенность. Определенность. Нет, есть ли в этом что-то объективно ценное? То есть, объективно ценное, это, как они предполагают твое золото, вот оно объективно там, на рынке золото стоит сто и сто, поэтому, собственно, мои бумажки, это как загадка, на самом деле, для людей. Денежная теория вообще, деньги вообще загадка до многих, да? Вот, и поэтому тут тоже, загадка современного времени, тут на нее нельзя отмахиваться, потому что люди, вот, как бы, этот закон, эта дискуссия хороша те, что мы можем, на самом деле, поговорить про деньги в целом, про денежную теорию в целом, про то, зачем они были нужны и кому были нужны. Вот очень важная вещь. Когда люди думают, о, деньги, когда были частные, да не можно. Ну, как? Кто был такой Таллер, Остер, там, Таллер, который делал великолепные золотые деньги? Вот. Почему мы вообще доллар получили название доллар, а не какое-нибудь другое? Потому что это было имя собственное. Вот как. Петров, Сидоров, там, вот если Петров там был, тот был там Петров, может быть, а тут доллар получился, вот так, где там архозы. И эти вещи, потому что мы опять в глубину уходим. Что такое источник ценности? Великолепный сюжет теории, который на самом деле имеет практическое значение. Сколько стоит там продать в том числе марш? И начинается. Балансовая, объективная, якобы, оценка стоимости. Он стоит 500 миллионов долларов. Прилете с долгами, трилете 49 процентов, и через 10 лет если вы хорошо управляете, вы, возможно, пожелаете вам еще 2 процента. Это один сюжет. Другой сюжет. Стоимость, подумайте, для многих чиновников, хорошо, цена любого актива, это мнение об этом активе. Мнение, не больше, только мнение. Все. Если мнение есть, это круто, круто купить голос Джона Ленина за 20 тысяч долларов, потому что это круто. с самой готовностью отдать эти. Да, да, конечно. Я сказал, гитару Джона Ленина выставили на аукцион, мне пришло 20 заявок, я вышел самую крутую, я получил 20 тысяч долларов. Вот, реально стоимость. Это любимый пример, когда там жвачка какого-то суперзвезды в бейсболе продалась на аукционе за 6 тысяч долларов, потому что там боготворили этого кумира. Или там трусики королеву Виктории. Миллиард. Ну, только молодой. Саверсал, ты немного противоречишь сам след, ты говоришь про объективную ценность денег, ты говоришь, что в деньгах есть объективная ценность, но во всех оборочах объективная ценность это субъективное суждение. парадоксис, это не парадоксис, просто так и есть. Что является объективным критерием ценности денег? Субъективное суждение человека. Методологический индивидуализм является объяснением человеческой деятельности. То есть, ты не исходишь из того, что некие там страны действуют, бизнесы действуют. Конкретный человек, у него есть иерархия ценностей, у него есть там своя информация. Вот. Нормальный научный подход. Но этот подход опять-таки очень-очень сильно не воспринимается богами в мире, потому что он слишком не идеализирован. Вот такой интересный глобальный инновационный индекс. Я просто покажу, что нам нужно делать для того, чтобы все-таки подготовиться к этой новой реальности, к конфьюжн. Откуда брать информацию? Я просто там, в раздатках у вас очень много индексов, этого нету, потому что он буквально вышел там неделю назад. Смотрите, что важно для нас. Институты, политическая среда. Нет, ну надо про Ярослав. Надо начать с того, что место Белоруссии в этом индексе с каждым из них последнее было снижается. но оно 181 из 126 сестра. Прошу прощения. Оно 86, то есть где-то в конце снижается. Снижается, снижается. Я не к тому, что абсолютно важны. Важно какие критерии. Если вы хотите быть готовым к инновациям, к тому, чтобы эти технологии пошли, люди пошли, капиталы пошли, что важно для людей, которые, собственно, решения принимают. Политическая среда, регуляторная среда, бизнес-среда. Вот видите, из одной и две, из одной и две, из одной и две. Хорошо зарегистрировать бизнес, а дальше что? Или решение непонеспособности. 62 место. Нормально. Регуляторная среда. 105 место. Ужица. Политическая среда. У нас политическая стабильность, но это не является нашим козырем с точки зрения инноваций привлечения денег. Второе. Человеческий капитал. Замечательно. То есть, люди-то у нас нормальные. То есть, если взять, кто мешает, то люди, мозги, руки, особенность думать, у нас есть. На себя вокруг посмотрите. Беликолепный потенциал. Образование. Расходное образование. Потом высшее образование. Высочное дебайлофмане. То есть, это не ОМО. Все вроде бы есть. Мы не дурные. Просто получается, что мы люди, наш капитал, наш капитал ограничен институтами и рамками, в которых мы находимся. И мы не понимаем часто, почему у нас не получается, то или иной. Рост не получается, развитие не получается, почему банкротство случается, наезды случаются. среда. Люди, вы занимаетесь политикой. Не, политикой мы не занимаемся. Потому что это опасно. Но политикой надо заниматься для того, чтобы сделать среду регуляторную, который вы вот этот потенциал развиваете. иначе откуда что заниматься политикой. Это вообще обязанность. Я говорю о том, что люди, когда я с ними разговариваю, в одноклассниках, если я подпишусь на Рометчука, ко мне придут с КГБ и скажут, блин, почему ты это сделал? А когда придут все разговариваются? Слушайте, вопрос же не в том, что там есть какая-то, это есть какое-то, вот, да, есть какое-то убеждение, такой страх или КГБ западники, да, вот почему? А вы не помните, как Лиша говорила, какой вопрос задавали ей ее коллеги, да, есть Беларусь. А тебя выпустят. 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 Как впустят, выпустят? Да не может быть такой. Да, блин, Беларусь, вы что? Знаете, я вам скажу случай, что это комический, человек, который из Польской Ассоциации Бизнеса. Человек, который нормальной нережности. И он мне в Паршаве спрашивает, Ярослав, а у вас вообще в банкомате есть? Нет, там туалетная бумага есть, потому что он думал, Беларусь там, с 91-го, 2-го года, он думал так, Беларусь, это тогда она страна, совок, Лукашенко, он экстраполирует на Польшу 1988-го года, и он, блин, я же должен быть осторожен. Пусть будет завес мешок, и туалетный жмай, и с собой, я говорю, у нас приятель, наша общая беда, понимаешь? Так, слушайте, в 2009-м году, я был членом правительственной комиссии по странному маркетингу, да, после того, как мы разработали программу странного маркетинга, и то, чтобы организовывать ее, министерство иностранных дел, в конфликте с Минэкономик, да, надо там делать, рабочим, в чём, в чём, в чём, в чём, в чём. продушку меняешь, маркетинг, как я тут и сделаю. Согласен, согласен. Опять, что-то хорошее есть, нужно хорошо представить. Инфраструктура, смотрите, вот мы из рактуры говорим, хороший население. есть хороший какой-то, индекс логистики, 112-е место в мире было, то есть, она вообще-то 103-е, да, инфраструктура тоже, доступ к ICT, вот, 31-е нормально, использование, это хорошо, например, вот, логистика у нас хромая, и вот, например, вы хотите сделать лоукостер, а вам Белавия скажет, нифига, это монополия, у нас национальный оператор, и мы вот ездим в Киев, в Вильнюс, в Каунас, сокращая расходы на период, потому что у нас вот есть наш бренд Белави, и вот это вот, тоже проблема, которую решает, необходимо решать. Следующее, опыт бизнеса, тоже опять-таки, видите, там что касается людей, да, позиции достаточно хорошие, можно развиваться, несомненно, но они есть, вот, знания работников, инновационные связи, видите, вот, у нас нету связи между университетами, например, и производством, это очень слабо, вот, например, в, в, это с какого исследования, это, в больнице, в больнице, в больнице, в больнице, и, например, вот, знания технологий, 65-ая связь, опять, потом, вот, креативность, это самый интересный сюжет, почему у нас нету, важнейшего компонента инновационного развития, да, trade path, то, что я постоянно говорю, друзья, вы можете свои машины, станки закопать, и забыть про них, потому, 75, там, баня делает, презентацию, процентов стоимости в мире, это не материальный актив, и, когда я говорю, сколько стоит бренд Беларусь, какую стоимость он добавляет, например, Самушкин вывозит свою продукцию, продает, там, в Германию, можно сделать премию, по сравнению с другими производителями, понимая, что это Самушкин, что там гарантия, качество, безопасности, хорошего вкуса, грубо говоря, шестерские часы, часы такого же качества, например, из Тайваня, из Южной Кореи, это другой сюжет, там нет такого брендового добавления стоимости, а у нас, что добавляет Беларусь? Беларусь обязана добавлять к стоимости брендов корпоративного мира, иначе просто она, она неплохо работает, а у нас, вот, изъянджимы лассет, 122 место, и скажи мне, любое решение, почему это уже, кто, а, Женя, в отношении национализации, забрали бизнес, национализации. Это же можно было совершенно по-другому сделать. Вы опять выстрелили себе в ногу. Но зачем вы выстреливаете себе в ногу, потому что где-то седовики не понимают понятия не материальной активности. Ну, не понимают. Ну, что мне сделать, я не понимаю. Выгнать таких людей просто, это за профит... Вы знаете, это же... Знаете, если вы, постоп, надо кому-то делать пончик. дегустация воды. Понимаете, да? Почему я никогда не буду с дегустатором воды? Потому что я не пью, я не против этого. И меня, если, у меня возьмут на дегустацию в лодке, заплатят 5000 долларов, я найму 5 алкоголиков, они будут дегустировать, я буду включить свое решение, через тысячу он брать себе в карман? Да? Да. Да. русское решение такое, да? Вот, друзья, поэтому он под двусторонний. И вот поэтому вопрос, который для всех, для всего стран веры, и для нас, что в конечном итоге привезет? Это... золотая... золотая... золотой стандарт. Золотые какие? Я не знаю. А где это? Если бы, это что? Персик самочкой? Я так назвал. Я не знаю, либо мозги, либо другое место, о котором люди думают. Грецкий оригинский. Это и есть дилемма. Легкий. Вот когда мы говорим вот про это, про вот, дай волю знания, мы говорим про вот то, что должно подключать вот это. Мост, наука, просвещение, иначе просто будет каменный мир. Ты ничего не сделаешь, это, собственно, правила жизни. Это все в наших руках. Это не то, что в 15 веке нужно было ехать в Ватикан, кланяться память, упрашивать, да, какие-то там советы, разговаривать с мудрецами, потому что только они знали уникальные таблики. У нас надо ехать в Вениц, кланяться память. Не-не-не-не. Всего-то просто. Любой человек может прийти, открыть тот же сайт, который я открываю, который открывает ученые там, в Гарварде, Шмарварде, и точно так же прочитать, анализировать, применяя его к себе. Поэтому, локальность знаний и выработки рецептов, она супер важна для нашей страны. Спасибо большое, друзья, за просмотр. АПЛОДИСМЕНТЫ